Жила-была в советской стране девушка Марина. Хорошая девушка, на мой взгляд, с комплексом отличницы. Любила балет и, кажется, имела данные. Пришла пора университета и Марина вместо экономики выбрала танцы. И даже была чемпионом. А потом встретила хорошего парня, офицера КГБ. Вышла замуж, муж делал карьеру, занимался борьбой с терроризмом и организованной преступностью. А Марина мирно преподавала аэробику. А потом случилось убийство гражданина Великобритании Эдвина Картера. Марина, твой муж, бывший офицер КГБ, ФСБ Александр Литвиненко, незадолго до смерти получил британское подданство и новое имя Эдвин Картер. Ты миссис Картер? Ну, я хотела бы уточнить, это не в тот момент. Картерами мы стали в 2001 году, как только мы получили политическое убежище в Англии. То есть сразу получили новое имя? Мы оказались в Англии в 2000 году и как раз подали на убежище. И когда мы получили право на убежище в Англии, стал вопрос, нужно ли нам такое имя, которое нам давало бы какой-то безопасности. Мы согласились на это. И с 2001 года наша семья стала Мария Картер, Энтони Картер и Эдвин Картер. Марина, миссис Мария Анна Картер. В день смерти Литвиненко Владимир Путин прокомментировал обвинение России в его гибели. Так, для меня загадочно. Те люди, которые сделали это, это не Господь Бог, а господин Литвиненко не Лазарь. Для меня эта фраза загадочна. Лазарь, как я понимаю, библейский персонаж, который воскрес через четыре дня после смерти и потом прожил еще 30 лет и даже был епископом. Ты расшифровала это? Ну, я не то чтобы расшифровала, но вот благодаря тому, что сейчас сказано, наверное, Саша продолжает жить. То, что случилось в 2006 году, а мы находимся в 2020 году, и тема эта очень важная, и она постоянно возникает в разных форматах, говорит о том, что Саша жив. Но Путин же не мог этого мистически предугадать. Но он не мог это предугадать, но, видимо, он не мог не думать о том, что эту тему быстро так забудут. Как они не пытаются сделать все, чтобы эта тема ушла на задний план, это не забывается. Путин умный человек, и он уже тогда понимал, что перед смертью Александр Литвиненко обвинил именно Путина и Россию в покушении на себя, в устранении неугодных. Я, наверное, не буду обсуждать качество президента России, умный он, профессиональный или какой. Я хочу сказать о том, что Сашина смерть – это не было какое-то моментальное действие. Сашу убивали, и умирал он долго, 23 дня. И говорить о том, что умер ли он 23 ноября, или он был отравлен 1 ноября, и, как известно, попытки его отравления было как минимум 2 еще. Поэтому это была вот такая смерть. И назвать вот как одним днем, что человека не стало, нельзя. И, опять же, рассуждать о том, как предполагал Путин, это скажется на дальнейшей его деятельности, я имею в виду Путина, и отношениях между Россией и Англией. Опять же, я не думаю, что они даже это каким-то образом могли предугадать. Потому что убийство Саши должно было быть именно убийством, и смерть его должна была быть квалифицирована как необъяснимая. Никто не предполагал, что Саша проживет 23 дня, и что сумеет обвинить Путина, и больше того, помочь полицейским расследовать свое собственное убийство. Все пошло не так. — Тема Лазаря как-то связана с вашей семьей? — Вот это как раз какая-то мистическая уже история. После того, как Путин это сказал на своей пресс-конференции, прошло некоторое время, я разбиралась в Сашиных записях и нашла тетрадку, в которой Саша переписывал свои стихи. Об этом не было сказано, но мы не просто так оказались в Англии. На это была причина, потому что Саша после своей пресс-конференции в 1998 году был арестован, провел 9 месяцев в тюрьмах в Лефортово, в Бутырке. И то, что он писал стихи в тюрьме, наверное, это естественно. У многих возникает потребность вот таким образом эмоционально себя как-то стабильно чувствовать. И я пролистывала эту тетрадку, я нашла эти стихи, и вдруг на самой последней странице я как раз вот читаю, что когда Лазарь воскрес, то никто не задавал вопросы. Все уважали умершего. Вот оно как это написано. Я не очень уверена, в Библии или это написано в каком издании. Но сам факт, что я это прочитала уже после того, как Путин сделал свое заявление. И для меня это было совершенно неожиданно. Получалось, что Саша ответил. То есть Путин сказал, что Саша Литвиненко не Лазарь. А Саша сказал, что вот когда вот Лазарь воскрес, то все и уважали молчание мертвых. Вот это для меня была мистика. Это были стихи или это что это было? Нет, это была тетрадка, в которой были переписаны стихи. Но почему-то на самой последней странице была эта запись. Я даже не могу сказать, в какой год она появилась, в какой день. Но эта запись была. Марина, ты судилась с Терезой Мэй. Ты противостояла британской системе правосудия, британской судебной системе. Общественное мнение не было на твоей стороне. И англичане не хотели заниматься историей Литвиненко. Почему они не хотели? Но тут бы я разделила. Мы говорим об официальной стороне общества и неофициальной. Вот как раз на моей стороне была колоссальная поддержка. Во-первых, со стороны прессы, медиа и простых граждан. Это я ощущала каждый раз. И мне было особенно как-то важно слышать, что я веду себя очень правильно. У нас не было какой-то оголтелой кампании, у нас не было поднятия каких-то массовых средств. Но мы шли постепенно к своей цели. Я думаю, что с самого начала, когда стало ясно, что за этим убийством стоит российское государство, но этого не было еще следствием подтверждено, еще не было подтверждено прокуратура, это был только 2007 год. Да, уверенности было очень мало, что когда-либо это дело дойдет до суда. Но как только прокуратуре удалось объявить, что да, есть подозреваемые, и впервые был объявлен к экстрадиции Луговой, стало понятно, что потихонечку это дело начинает двигаться. Но это всегда шло, как говорят, со скрипом. Потому что смена власти в Англии всегда приносила желание наладить отношения с Россией. Как только пришли консерваторы к власти, мне вообще сказали, забудь о том, что это твое дело, дойдем до суда, что мы узнаем когда-либо, кто стоит за этим преступлением, потому что консерваторы будут налаживать торговые отношения, бизнес-отношения, хорошие отношения с Россией. Но в тот момент, когда я заявила о том, что я хочу знать, какие сведения собраны в результате расследования, а это был 2011 год, пять лет спустя, то они не могли этого отказать. То есть мне не могли в этом отказать. Это как раз очень важно, что ты живешь и находишься в правовом государстве. Даже если есть противостояние системы, все равно у тебя есть права. И заявив это право свое, то есть я добивалась того, чтобы все материалы дела, которые имелись, были доступны к публичному какому-то слушанию, на то был наложен запрет, потому что сразу же было сказано, что есть очень секретная информация, что она очень такая чувствительная. И вот здесь как раз пришлось пойти ва-банк и подать в суд Терезе Мэй, которая была в тот момент директором хом-офиса, и она озвучивала все эти запреты. И это был, конечно, такой, я не знаю, может быть, сейчас бы, я не знаю, сделала я бы это или нет, но в тот момент я просто даже не знала, что это и как это, но я понимала, что это единственная возможность двигаться вперед. Ты женщина, когда начинала борьбу, ты была обычной простой женщиной, вдова погибшего бывшего офицера КГБ. Ну что? И ты победила, в общем, британское государство. Ты победила британское правосудие. Я пытаюсь поставить себя на твое место. Я победила в суде российское государство. Я победила в суде Путина. Нет, 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 это не со мной. Боже мой, как страшно, как же мне сейчас прилетит. Да нет, это вообще не может быть. Ну и как? Государство на тебя обиделось, что ты его победила? Наверное, не совсем правильные формулировки. Мне кажется, вот за эти многие годы, будучи в британском суде и находясь все время в контакте со следствием, я стараюсь формулировать очень четко, и чтобы было и людям понятно, о чем идет речь, и чтобы я выражалась четко. Я не победила британское правосудие. Я им воспользовалась, так как этим должны пользоваться граждане правового государства. Если у меня есть право на подавание жалобы на директор хом-офиса, я могу этим воспользоваться. Если есть право работать с адвокатами, им не платить, что у меня получилось. И я получила деньги государства на этих адвокатов. Поэтому я никаким образом не боролась против британского правосудия. Я воспользовалась всеми возможными правами гражданина Англии этим британским правосудием. Вот что произошло. Но это же немыслимо дорого судиться в Англии. Это как-то решилось. Но это все называется уникальной историей. Вот начиная с самого начала, когда Саша сумел дать показания полицейским, и до того момента, когда началось расследование об убийстве, у них были показания, извините, умершего человека. То есть смерть которого они расследуют. Это первая уникальность. И мне все полицейские говорили об этом, что это просто невозможно. Человек сам расследовал свое собственное убийство. Второе, когда мы решили, что мы подаем, первая инстанция, это был инквест, дознание, и разговор шел о том, что меня должен представлять адвокат уже в суде. Как в английском правосудии у нас две формы адвокатов. Один твой адвокат, солиситор называется, а другой адвокат, который тебя представляет в суде, баристер. И встреча с этим адвокатом, она тоже была просто вот знаменательная, потому что увидев этого человека, познакомившись с ним, а он был представлен как один из ведущих адвокатов по правам человека, что он сам часто выступает на стороне очень сложных таких случаев. И я поняла, что я с ним могу пойти в бой. Вот для меня был вот этот вот факт самый важный. Не то, что он там какой-то замечательный, заслуженный или еще что-то. А я увидела человека. То есть вот для меня это всегда имело очень большое значение. И тогда как раз я согласилась. Да, я с этим человеком пойду. На тот момент финансирование наших всех этих судебных издержек было произведено Борисом Березовским. Но мы еще не вступили в самую большую форму, когда нужно было бы много платить. И когда через год было понятно, что мы уже вступаем основательно и нужно будет платить адвокатам, Борис Абрамович Березовский проигрывает свой суд. И разоряется. И разоряется. То есть мы понимаем, что денег у нас не будет. И платить адвокатам мы не сможем. И была такая мысль, что мы, я говорю, мы, это мой замечательный друг и товарищ, мы вместе книгу опубликовали, это Александр Гальдфарб. Мы так говорим, ну значит будем сидеть вдвоем и защищать наше правое дело. Вот так у нас это все выглядело. Но после того, когда я позвонила своему баристеру, Бену Эммерсону, который представляет меня потом в дальнейшем в суде, я сказала, Бен, у меня нет денег. Вот такая ситуация. На что он мне сказал, что я буду работать без денег для тебя. Причем это самый высокооплачиваемый адвокат. Он говорит, я буду самый последний человек, который тебя бросит сейчас. И это был просто какой-то вот... Я стояла плакала у телефона, конечно. Потому что это было очень важно понять, что тебя не бросают вот так на полпути. И после этого, когда мы вступили уже в серьезный бой, мы смогли подать заявление на поддержку государства. По-английски это скажут legal aid. То есть это у них такая вот специальная форма поддержки малоимущих. И они платят за адвокатов. Причем, опять же, это не та оплата, которую обычно получают эти адвокаты. Но все были согласны работать. А ты смотрела сериал «Чернобыль»? Я начала его смотреть, но это был какой-то момент у меня эмоционального какого-то неспокойствия. И я его отложила, потому что я поняла, что я вот сейчас не смогу его смотреть. «Чернобыль» и «Чернобыль» это в книге у Алексеевича. Я даже понимаю, о чем ты хочешь сказать. Умирающий молодой пожарный и его молодая жена, которая не отходит от него, и он умирает много дней на ее глазах. То же самое было с тобой? Ну, когда я читала это в книге у Алексеевича, вот тоже я не могла читать это спокойно, потому что я думаю, боже мой, как она это все увидела, потому что это было точно так же все и у меня. Может быть, это было по-другому, потому что мы не знали, что это радиоактивная полония. Они тоже не знали. Но они знали, что это была атомная электростанция. А мы не знали, что это радиоактивная полония. И об этом никто не знал. И в этом вся драма и трагедия, наверное, что уже в данном случае британское здравоохранение, которое, с одной стороны, пыталось помочь, и в то же время они ничего не могли сделать. Только когда на 11-й день появились признаки лучевой болезни, стали выпадать волосы, кожные покровы стали совершенно такого желтого цвета. Ткань внутренняя такая, вот как говорят, когда болеешь ангиной, у тебя все покрыто белым налетом. Вот это все тоже так было. И опять никто ничего не понимал. Потому что это не была радиация, которую можно проверить детекторами, которая гамма-радиация. Его проверяли, опять ничего этого не было. А состояние стало ухудшаться очень сильно, как раз с 11-го дня. Ты делала так, ты... Конечно. Я его и обнимала, и старалась как-то его успокоить. Когда Сашунар, я его целовала на прощание. Потому что мы еще не знали, что это радиоактивность. И потом его похоронили в закрытом саркофаге. Да, и мне сказали, что даже если я захочу даже его перезахоронить, я 30 лет не могу трогать вообще это. И когда Саша не стало, и в нашем доме появились полицейские сразу же в эту ночь, я видела по их лицам, насколько они растеряны. Они должны начать расследовать преступления, связанные с отравлением радиоактивным материалом. Потому что как раз это была причина, почему они пришли ко мне домой ночью. Они сказали, что это полоний. Мы не знаем, что это такое. Но мы единственное знаем, что вы должны уйти из этого дома, потому что дом для вас является тоже источником опасности. Ты получила дозу? Да, я получила, но она, естественно, не была такой высокой, какая была у Саши, что вызвало смерть. Они мне дали бумагу, написав, что да, это превышает нормальное, что может быть, опять, никто ничего не знает, в будущем это может увеличить риск онкологии или каких-то других заболеваний. То есть это было только так. Количество людей, проверившихся на радиоактивность, было очень много. Потому что проверяли всех, кто находился в контакте, кто был в отеле, в котором Саша выпил этот радиоактивный чай, в ресторанах, где он встречался с луговым и с ковтуным. Практически все эти люди звонили в эту службу и проверялись на наличие радиоактивности в организме. Александр Литвиненко, Эдвин Картер, знал, что его убьют. Он об этом несколько раз говорил. И особенно много он стал об этом говорить после убийства Анны Политковской, с которой они были знакомы. Я бы сказала, дружили. Откуда такая уверенность, что меня точно убьют? Ну, я думаю, что это не то, чтобы прямо это уверенность, что его убьют, но он предполагал, как эти службы действуют. Будучи сам оттуда же, получая в свое время задания, о которых он, собственно, говорил, на той самой знаменитой пресс-конференции, когда он публично объявил, что ему приказали убить Бориса Березовского. И не только его. Было названо еще несколько имен. Кто еще? Кого еще? Там, во-первых, опять же, я так чуть-чуть вернусь к началу вопроса. О том, что Сашу убьют, он мне сказал сразу же после этой пресс-конференции. Когда он выступил, он сказал, Марина, и я в ужасе, конечно, от этой публичности, и то, что он сделал, я была в ужасе. Я говорю, Саша, что следующее? Он говорит, ну, теперь либо меня посадят, либо меня убьют. Ну, его посадили и убили. Ну, убили, видимо, еще потому, что он же не остановился. Он же не просто уехал из России, обезопасив нашу жизнь тоже. И, как говорят, спасая себя, он же продолжал бороться. А какие имена еще он называл? Он назвал имя Михаила Трепашкина. Ну, не адвоката, бывшего офицера ФСБ. Ну, он даже был больше офицер КГБ, и он потом судился с КГБ. И это как раз была причина. В тюрьме он уже сидел как раз после того, как мы уехали, потому что он сотрудничал с Сашей по написанию книги о взрывах домов в Москве. И он очень много работает с несправедливо осужденными. Я думаю, да. Миша удивительный человек. Он не посчитал возможным уехать, несмотря на то, что была угроза вторичной посадки. Так и случилось, его опять посадили в тюрьму. Но он не уехал. Миша не уехал. Называли имя брата Джабраилова тоже в ходе этой пресс-конференции. Потому что ставилось... Брата сенатора Мара Джабраилова. Да. Была задача его украсть. При этом, зная, что в его охране это действующая на тот момент милиция. И если надо было его украсть, значит, надо было вступить в какое-то с ними противостояние. И даже, может быть, кого-то застрелить. На что было сказано, ничего страшного. Даже если вас арестуют и посадят в тюрьму, мы вас потом оттуда вытащим. Такие задания давали уже в 97-98 году. Ну, послушай, но ведь всегда же НКВД, КГБ этим занималось. Укол зонтиком, убийство Бандера, Троцкого. Значит, мы согласны, что в 91-м году ничего не изменилось. Вот после покушения на убийство Скрипалей, когда в очередной раз уже очень серьезно возникла тема уничтожения противников режима, возникла и вторая тема. Это уничтожение предателей. А предателей уничтожают. И с этим согласен твой свекр, отец Александра, который говорит сейчас, что если предатель, то конечно. Ну, опять, я чуть-чуть начну сначала. Саша сам, опять же, вот он сумел это все объяснить своими словами. Именно прямой речью. И есть замечательное интервью Сашину, в котором он говорит, что если меня убьют, то меня убьют не за идею. И даже не за то, что я предал эту систему. А меня убьют за то, что я наступлю на их способы зарабатывания ими денег. Когда мы говорим о сегодняшней системе в России, мы все понимаем, что идеологии нет. Есть идеология денег. И та форма, которой они пользуются, зарабатывают эти деньги, для них самая важная. И вот Саша своими расследованиями, находясь здесь уже, за пределами России, он начал мешать им зарабатывать эти деньги. Он начал мешать им создавать эти схемы. Он стал мешать им создавать комфорт организованной преступности, которая уже не просто криминал. Это уже люди, входящие в правительство, в спецслужбы. И все это объединено в организованную преступность. Он им стал мешать жить комфортно в Европе. И для них он стал врагом номер один. Если внимательно изучить биографию Литвиненко и Скрипаля, там будет как раз несколько пересечений. Испания. Скрипаль был президентом в Испании. А потом перешел на другую сторону. И Александр Литвиненко очень много занимался Испанией. Много лет в Испании расследовали так называемое испанское дело. Там были Малышевские, Тамбовские, Питерские. Бастрыкин, его замы, депутаты. И немного Путина. И вдруг в прошлом году, весной, судебное слушание. И раз, дело закрывают. Как совпало. А незадолго до этого и случилось покушение на убийство Скрипалей. Того человека, который, как я понимаю, дал Испанской прокуратуре очень много материалов. И если я сопоставляю даты, я понимаю, и Александр Литвиненко Испанской прокуратуре дал очень много материалов. А испанское дело, это дело как раз о... Именно об обогащении людей, имеющих непосредственное отношение к действующей российской власти. Ну вот мы отвечаем на этот вопрос, да. Что Сашу убили не как предателей. Говорить о том, что предателю родины смерть. То о какой родине мы говорим и о каком предательстве. То есть Литвиненко и Скрипаль занимались, в общем, одним и тем же делом. Нет, я бы тут не согласилась. Я бы, наверное, все-таки в отношении Скрипаля и Литвиненко нашла бы больше противоречий и несходства, чем сходства. Расскажи. Ну, во-первых, Саша никогда не занимался разведывательной деятельностью, никогда не был двойным агентом. Начнем с этого. Обвинить Сашу в предательстве родине нельзя никогда. Уехав из России в 2000 году, Саша был уже пенсионером практически год. Он был действующий пенсионер, российский военный пенсионер. У него не было никаких контактов ни с английскими, ни с какими-либо иностранными спецслужбами в ходе его работы в ФСБ. Обвинить его в этом нельзя. Вот как раз Сашина вера в том, что с 91-го года в России произошли серьезные изменения, и реформация спецслужб, она просто назрела, и он верил, что это когда-то произойдет. И даже это выступление на пресс-конференции, это была еще та маленькая надежда, что если ты публично сейчас выскажешь, и ты сумеешь что-то изменить, к сожалению, не оправдалась. Скрипаль был действующий разведчик. Он был осужден за то, что он был двойным агентом. В этом смысле идет полное различие того, что с тобой представил Скрипаль и Саша Литвиненко. Саша был очень публичной фигурой. Он написал две книги, он выступал, он писал очень много заметок, он публиковался в интернете. В отличие от Скрипаля, никто не знал, чем занимается Скрипаль. А ты с ним знакома? Нет. Он никогда не пытался связаться с тобой? И ни с кем. Он жил абсолютно такой, он не был даже в Лондоне, как мы знаем, теперь у нас известный Солсбери, это самый длинный шпиль вообще, поэтому люди едут туда смотреть все эти достопримечательности. Нет, это абсолютно разные истории. Но то, что в итоге оказалось, что Испания и в том, и в другом случае, это наводит на размышления. И похоже, что одно и то же дело. Опять, я не могу сказать, что это одно или нет, но в том смысле, что то судебное заседание, которое прошло год назад, оно, конечно, не было до конца таким, каким бы его хотелось бы видеть, потому что доказательная база была серьезная. Но, опять же, то, что произошло сейчас, в России научились выкручивать, использовать правосудие в той же Испании, в той же Англии. То есть, например, если испанские правоохранительные органы отправляют запрос в Россию, а существует ли у вас такая тамбовская группировка, ответ они получают, что у нас вообще такого нет. У нас нет такого бандформирования. И для испанцев это как бы на нет и суда нет называется. Ну, тем более испанский король так любит охотиться за снеженной Россией. Ну, это мы опять, это эмоционально. Мы можем говорить, кто с кем дружит, почему Россия получила право на чемпионат мира по футболу, почему после этого кто-то еще получает. То есть, мы можем об этом говорить. Но мы сейчас говорим о фактах. Вот чем я привыкла сейчас оперировать, и говорить о том, что это либо было, это было доказано, это существует. Вот то, что произошло в испанском суде, если российская сторона сумела выкрутить вот все серьезные факты, которые легли бы в основу обвинения, они сумели вот это все как-то завуалировать, и испанцы не воспользовались вот теми доказательствами, которые были собраны в ходе, может быть, совместной работы. И когда Саша помогал им, и когда я не знаю ничего про Скрипалей, ну, вот что получилось, то получилось. — Будущей осенью в Лондоне состоится премьера оперы «Смерть диссидента». — Летом. — Совсем скоро. — Опера — это вообще какой-то удивительный случай, потому что желание поставить оперу на книге, по книге, которую мы написали вместе с Аликом Гольфарбом, и она была издана в 2007 году сначала, и потом добавочно она вышла на русском языке в 2011 с некоторым добавлением. Я была пока только, я бы сказала, одна была репетиция, это называлось «Сведение оркестра с голосами», и я шла туда на дрожащих ногах, потому что, как сказать, муральный синдром отличницы или что, но я не люблю людей расстраивать, и если мне не понравится, я же должна в лицо это им сказать, что вот плохая музыка у вас, или вот не нравится мне, как там Саша поет этим голосом. — Как всякая чая не терпит. — Так. — Вот, и я такая пришла, и когда я открываю зал, реально симфонический оркестр сидит. — О, опера уже. — Я думала, что там каких-то три будут что-нибудь играть, пилить. Нет? — Это не опера. — Это было все серьезно, и музыка была интересная, и арии были тоже очень интересные, и, в общем, первый опыт был достаточно позитивный. — То есть Литвиненко и миссис Мария Анна Картер становятся героями оперы, сериалов, книг, спектаклей. В прошлом году была в Лондоне премьера спектакля «Very expensive poison», где рассказана история гибели Александра Литвиненко, и уже полноценным героем пьесы становится жена, а потом вдова Марина Литвиненко. То есть ты не была и не стала смиренной вдовой, а стала совершенно действующим лицом даже в общем и на сцене, и в театре, и в сериалах. И ты сидела в зале и видела себя. — Ну, во-первых, я ничего для этого не делала, если так говорить. У меня нет никакого агента. — Всего-навсего везет в таз к правосудия. — Окей, воспользовался. — Нет, я говорю про творческие все дела. У меня нет никакого промоушена. И в этом смысле я очень тронута, что эта история оставляет людей быть неравнодушными к тому, что произошло. Наверное, то, что случилось со Скрипалями, это дало вот такой еще дополнительный толчок к тому, что, во-первых, поставили пьесу по книге Люка Хардинга. Естественно, она наша история, но вот таким вот толчком стало именно вот это вот произошедшее в Солсбери. Люди мне безразличны человеческой истории. То есть они за всем этим видят не политический какой-то конфликт между двумя странами, что в итоге и произошло, а именно человеческую историю. И сейчас, когда они больше увидели, что за этим стоит человеческая история, что не просто кто-то приехал, убежал из России в Англию, а потом его убили, а потом было следствие, то, что у людей было по пунктам, а оказывается, между этими точками происходили человеческие трагедии, слезы, горе, что там рос ребенок. И для всех это стало каким-то новым открытием и очень важным. И мне кажется, когда во всех вот этих вот глобальных, масштабных явлениях люди начинают видеть что-то человеческое, и это очень важно, потому что это помогает. Помогает жить дальше. Потому что мы все устали от политики, мы все устали от вранья, но остается что-то очень важное, вот во что мы верим — в любовь. Марин, ну вот что это? Да, слушай, скажи мне, как женщина женщине, вот твой муж, у него есть жена и маленький ребенок, и он говорит, так, меня могут убить, меня могут отравить, меня могут посадить, но я за правду. Вот он подвергает опасности тебя и ребенка. Ну, я думаю, что многие бы мгновенно развелись. Ну, во-первых, я это слышала еще, когда мы были в России, вот почему он так поступил, он подвергает риску. Ну, ты понимаешь, при всем при этом он создавал колоссальную какую-то атмосферу безопасности в том смысле, что я все равно была окружена людьми, я никогда не чувствовала себя одинокой, даже когда он сидел 9 месяцев в тюрьме, и эта забота, которая была выражена мне, моей семье, и потом вот эта вот вера в то, что все-таки он выйдет из тюрьмы, и все будет нормально, несмотря ни на что, вот она еще была такая наивность в тот 99-й год. Никто не знал, что после этого будет, хотя Саша знал, что будет только хуже. Но он был таким. Вот есть такие люди в нашей жизни. Считать их еродивыми, считать их какими-то неумными. Нет, нет, еродивая ты в эту секунду. Так как, да, ты говоришь, окей, любимый, ничего страшного, да, мы рискнем моей жизнью и жизнью нашего маленького ребенка. Но на тот момент не было риска. То есть опять, в 96-97 год тебе казалось, что ты живешь в стране, в которой только все меняется. Еще телевидение было то, которое мы помним. Но потом-то в Англии. Еще была так критика. Получил гражданство, все, до свидания, отравите кого хотите. Нет, в Англии, в Англии, я думаю, что даже вот Саша говорил, ну, ты понимаешь, мы теперь на острове, мы теперь под охраной королевы. Ну, конечно, он это шутил, он это не говорил серьезно. То есть он мне пытался дать понять, что здесь мы в достаточной безопасности. А ты не жалеешь о том, что ты вообще во все это ввязалась, что у тебя нет тихой, мирной, частной жизни? Полисадника и, ну, я не знаю, уютного пледа. Я думаю, что если начать жалеть о том, что в твоей жизни произошло, это просто, особенно в определенном возрасте, это уже как бы расстаться с жизнью. У нас нет новой жизни. У нас есть только одна. И она уже не будет частной? Она не будет другой. Я верила в то, что это такое счастье, что у меня семья, что у меня муж, что у меня ребенок, в Москве было что-то непонятное. Я даже Сашу пыталась убеждать, что можно жить при этих условиях. Оно опять все разбилось. Ты оказываешься в стране без языка, без вообще навыков жизни, без всего. 40 лет тебе надо выучить язык, тебе нужно начать понимать страну, в которой ты живешь, уважать эту страну, понимая, что твой сын, которому было тогда 6 лет, становится гражданином, полноценным этой страны. Значит, надо в этих условиях дальше продолжать жить и понимать, что это твоя жизнь, а не сидеть, рвать волосы на голове, посыпать пеплом. Думать, за что мне это все? С момента гибели твоего мужа прошло почти 14 лет. А ты не думала выйти замуж? Выходить замуж для меня была всегда сложная история. То есть вот как бы Саша, это был мой второй брак. И в первом браке, и во втором случае, я считаю, что меня взяли штурмом. Потому что я считала, что можно жить в отношениях, какая разница ты там. Какая-то была свободная комсомолка. Ну да, как-то мне казалось, что это не важно. Хотя, опять же, выходя замуж за Сашу, это было очень важно. Потому что как Саша смешно говорил, он говорит, ну ты понимаешь, мы же не можем сожительствовать. То есть он как человек на службе, он говорит, это же сожительство, если мы живем без брака, без росписи, это называется сожительство. Мне было это очень смешно, и слово было очень неприятное. Я сказала, тогда надо, тогда надо расписаться, конечно, что все-таки лучше жить. Это такое предложение сделал? Нет, предложение он сделал практически, можно сказать, очень быстро. быстро, но повлияло то, что я забеременела, и мы узнали, что у нас будет сын. По залету. Да. Но при этом это было как-то очень странно, потому что больше всех обрадовался Саша. Ну, конечно, я была рада безумно. Он сказал, но теперь ты от меня точно не уйдешь. Это у нас было так. Поэтому, когда Саша не стало, я понимала, это история, когда ты не разводишься с человеком, а его просто нет рядом, но он всегда с тобой. И поэтому, если у тебя случится какое-то новое в твоей жизни, то это значит, получается, жить втроем. То есть человек, который с тобой захочет быть, он должен принять, что в этой жизни есть Саша. И в жизни появился человек, который это все принял и оказался просто необыкновенным в тот момент, когда нужна была и поддержка. И это было удивительно. То есть ты встретила новую любовь? Ну, да, я ее встретила, но, к сожалению, ее потеряла. Даже, наверное, не потеряла. Потому что, если она любовь есть, она остается. Ну, как бы вот, человек рядом нет больше. Он ушел, но нас, к сожалению, людей забирают из жизни. Мы не живем вечно. его не стало. Прости, что я спросила. Ну, я сама согласилась на это ответить. Могла бы сказать, что это очень лично, я не хочу отвечать. Марина, ты счастлива? Да. Я счастлива тем, что я продолжаю любить людей, что я получаю удовольствие от общения с людьми, что я радуюсь смене времени года, что я вижу голубое небо, испытываю счастье от того, что моим близким хорошо. я придумала концовку. С нами была Мария Анна Картер, британская учительница танцев. Марина Литвиненко, женщина, которая смогла.